Добрый день, дорогие друзья! NewsFox 2024. Я, Ольга Лисицына, ведущая, и это наш второй выпуск. Мы будем говорить о том, что произошло в моей жизни, в жизни моих учеников-подшефных или на планете Земля вообще, мимо чего мимо я пройти не смогла. Итак, на этой неделе с 28 октября по 3 ноября 2024 года что же произошло? Я... Так, убираю мышку, которую всё время хватаю. Представлюсь кратко. Меня зовут Ольга Лисицына. Я автор различных методик, сам себе дирижёр. Почему у меня короткие волосы? Почему 14 июля в этом году я подстриглась на лысо? Почему в 2010 году я с Рублёвки из Москвы переехала жить в Швейцарию, Лугану? Почему 23 сентября 2023 года я села в самолёт мальпейнца Ереван, Ереван, Сочи? И почему живу в Сочи? Один плюс. Об этом вы всё можете узнать в предыдущих занятиях, моих эфирах, которые я вела в том числе непосредственно на берегу Чёрного русского моря, а на пляже Ривьера. О том, что я делаю партитуру, сольфеджо жизни человека или пары есть демоверсия. Не будем тратить на это время. Итак, я писатель, публицист-просветитель, пишу под псевдонимом Фьора де лавита. Об этом тоже частенько я вам рассказываю и напоминаю. Итак, сегодняшняя передача, о чём мы будем говорить. Карма. Когда мы говорим о человеке, когда мы говорим о событиях на планете Земля, мы не можем не говорить о карме, потому что кармические узлы, закон причины и следствия, что с нами происходит, когда и почему, а главное, зачем. Всё это мы узнаем, если будем смотреть со стороны, с точки зрения кармы, рассматривать событийность. И так как я веду просветительские проекты, один из которых головной, называется «Мудрость жизни 21», я и мои соавторы, члены нашей команды, Ялтинское научно-философское общество «Мир через культуру», различные Рериховские общества из Карелии, и Донецкий информационный портал «Арифлама» – это все люди, которые за многие-многие годы прочитали много книг, они сделали синтез лекций, я начала читать эти лекции, после этого я решила, что я знаю достаточно для того, чтобы писать книги. Автор проекта «Настольная книга для больших и маленьких человек» я являюсь, поэтому о карме мы будем говорить постоянно. И если в одних новостях вам говорят с точки зрения астрологии энергии, в других – с точки зрения политики, в-третьих – еще там с какой-то стороны, то я буду стараться подсвечивать и объяснять именно с точки зрения законов мироздания, планетарного масштаба со стороны, как следователь, исследователь. И вот вторая тема, тема номер один, у нас лучшая. Дальше я вам расскажу, о чем мы будем говорить. Тулуз, невыборы, новолуния, которое произошло вчера в пятницу, потому что я записываю в субботу, Сербия, к сожалению, вчера вечером тоже там произошла трагедия, и не свадьба. Все это мы будем обсуждать с точки зрения кармы. И в предыдущем эфире я рассказывала о немножко смешном, но достаточно грустном для моей клиентки, подшефной, истории по поводу скаммерс, фишинга, по поводу мошенников, онлайн-мошенников, и вот эта инфографика была прошлую субботу, и я хочу вам показать ее, потому что, на мой взгляд, она наилучшим образом показывает, что происходит в нашей жизни. Потому что одно говорит там сто баллов карму, что посеешь, то и пожнешь, а с другой стороны все-таки наглядным образом понимать, что если бы не было причины, не было бы следствия. Если бы то, обо всем, о чем мы будем говорить сегодня, люди бы сделали другой выбор, оказались бы в другом месте, если бы у них не было очень четких кармических узлов из прошлых воплощений, не было бы дела. Чем занимаются все наши души, наше высшее Я с тружениками небесными? Они создают все эти встречи. И вот, возможно, кто-то из вас первый раз увидел меня в Ютубе, потому что у меня часто так бывает, я подумаю о том, что хочу обновить английский язык. Раз, и я сразу же вижу те или иные рекламные ролики. Соответственно, если у вас есть какие-то вопросы или вы смотрели смежные видео, которые тоже затрагивают темы астрологии, кармы, познания себя, человека, возможно, вы первый раз знакомитесь с моей деятельностью, и я вас приветствую, очень рада новым подписчикам, буду благодарна за комментарии. Раньше говорил, я не буду выпрашивать у вас комментарии, но я понимаю, сейчас совершенно другой алгоритм в связи с искусственным интеллектом, чем больше комментариев, тем больше людей смогут увидеть этот ролик. Я считаю его достаточно познавательным. Так вот, я знаю, в конце сентября у Светланы Драган тоже прошел семинар, очень успешный, со всего мира к ней приехали гости, и идет издание, реиздание, новое издание, пятое, не знаю, ну или 354-е, ее книги «Не палач». И вот оно мне очень понравилось, когда попалось на глазах, и я здесь вам пишу, что по сути мы сами наказатели, сами себя наказываем, потому что карма вот такая. И сейчас, да, происходит переаттестация на планете Земля, не только у нас и людей, на всех жизненных волнах и планах бытия. и есть у нас группы растительный мир, группа яблонь, группа пальм, магнолий, картошки, так? Также групповая душа у кошек, у тигров, у медведей, у всех, так? Но есть сущности, которые уже вышли из-под группового управления. Одно самое явное, конечно же, на планете Земля это человек, но наши, например, ангелы, те, кто выбрал и стали под предводительство Люциферы, стали демонами и вообще очень много земных, стихийных волн. У них тоже проходит переаттестация. Я убедилась в этом уже не раз за последнее время. Так как мы будем говорить о многих вещах, связанных с религией, с верой, я здесь публикую Иисуса Христа, нашего Учителя, который пришёл, чтобы вознаменовать эпоху рыб на планете Земля почти что две тысячи лет назад. Но многие земляне не захотели выйти из тельцовых, арийских, золотых и кровожадных энергий. Поэтому у нас так много ещё ненависти, злости, войн, явлены на планете Земля. Эта картина называется «Моё царство не от мира сего», написал её мой друг, также из Ялтинского научного философского общества «Мир через культуру» Валерий Петрович Мухин. Я считаю эту картину одной из самых прекрасных, потому что здесь Иисус свет. И наша следующая тема будет лучше, что в переводе с итальянского свет, но вы увидите, насколько там светло и светли это. И поэтому я здесь пишу, что веры на сегодняшний день недостаточно, религии, которым мироздание поручило заниматься человечеством нашей эволюции, не оправдали доверие. И вот это религаре, легаре по-итальянски значит объединять. Да? Я думаю, что первые просветители, апостолы и, конечно же, по сей день в религиях есть прекрасные светлые люди, которые пытаются из этого болота вытащить бегемота. Но по сути, так как мы люди несовершенны и мы жили в эпоху Кали-юга последние несколько тысячелетий, то поэтому люди должны были получать негативный опыт, чтобы выйти из него на свет в конце туннеля, о котором я говорю на всех занятиях. по средам мы совместно читаем книги. В среде недели я вам тоже пытаюсь подсвечивать те или иные темы, которые сама жизнь, не просто так я взяла псевдоним Фьора де лавито мне показывают и подсвечивают. И да, нам нужны знания и свет написала сначала я, но знания о свете нам недостаточно. Нам необходимо выйти из теории, выйти из зубрилок, выйти из детской позиции школьной и практиковать свет и добро, потому что это близнецы братья. Без света не может быть проявлено добро, а без добра не может быть проявлен свет в несовершенном человеке. Итак, поехали. Будем говорить о новостях. Новость следующая. Все новостные газеты, журналы и интернет-ресурсы сообщили о том на этой неделе, что Catholic News Agency, я думаю, что это маркетинговая служба Ватикана, объявили нам о том, что вот это такое слово, я даже его не знаю, маскот, аниме-маскот. Ватикан показал аниме-маскот, который станет символом 2025 года, и эту девочку зовут Луче, что значит свет, но по-русски девочка света. Так вот, я хотела вам поподробнее все это рассказать и показать, поэтому немножко побольше дам вам информации, так как я в 92-м году полтора года жила в Риме, в районе Леур, современной части, вот, и говорю в совершенственно итальянском языке, работала с различными компаниями, потом стала предпринимателем, поэтому в Ватикане сама лично была не раз и последний раз, наверное, это было году в 2008-м, мы были с друзьями, я была с сыновьями, мы заказывали экскурсию, экскурсовода. Прекрасная женщина Ирина нам все очень подробненько рассказала. Так вот, смотрите, что говорит Ватикан, что с помощью этой светы они планируют привлечь молодежь к вере и связать государство с поп-культурой. Вы знаете, что Ватикан это одно из самых маленьких государств на планете Земля, 44 гектара, там живут 764 человека, это данные на 23-й год. Там же говорится, что Ватикан это теократия, выборная монархия, так как таких прецедентов больше нет, что у них папа, папчик сидит, вот, они его, значит, избирают, выбирают. И вот, что они говорят, вот это света, одетая в желтый дождевик, испачканные грязью ботинки и крест паломника, так, света выполняет свою миссию, она ведет молодых паломников к надежде и вере и вере со своим верным псом Сантино, Санто, это значит святой, а песика назвали святушкой тоже, так, свят-свят, и так, вот они такие прекрасные и замечательные, сегодня Ватикан пишет, вернее, это Википедия, что президентом, папочкой, там является Фернандо Вергис Альсага, и я, насколько понимаю, он аргентинец, но у меня первая наставница, одна из первых наставниц была Фьора Бемпорат, аргентинка, у нее, вот, кстати, в Риме была школа ангелов, а я, когда переехала жить в Швейцарию, у меня, и, как дедушка Ленин говорил, почта, телефон, телеграм, я сняла на Кулино-Доро, Золотая гора, Монтаньола, холмик, да, называется так же, двойное название имеет, там был последний населенный пункт, агро, и вот в предпоследнем здании у них ранее была почта 140 метров квадратных прям с гранитным банком, с этими, так как там же денежные тоже операции, пуленепробиваемые там, вот я вот так все и взяла, и мы там сделали с Фьорой Ла-Посте де Ле-Анджели, почта ангелов, классненький логотипчик, вот, и одна история, вторая история, моя подруга, другая, из Швейцарии, она аргентинка, вот она мне буквально вечером вчера писала, сейчас находится в Аргентине, поехала немножко проветриться туда, и итальянцы, мои друзья, они говорят, что против падре Франческо, а в Аргентине есть судебные дела, кража этих казны и еще там что-то такое, что-то такое, вот, что хочу сказать, что совершенно случайно, вот я вам тут хочу фильм показать, молодой папа, новый папа, когда только началась пандемия весной двадцатого года, я как раз занималась со своим другом фотографом, он был амбассадор в Москве, я была в Швейцарии, у нас даже садовники не приходили, прекрасный был лук, вот, и мы делали занятия по фотографии, у нас домашнее задание было посмотреть вот эти сериалы, молодой папа, благодаря, скажем, композиции, цветовая гамма, очень крутая, значит, Пауло Соррентино, режиссер этих сериалов, и вот, значит, молодой папа у нас Джуд Лоу, ну и, соответственно, новый папа Джон Малкович, реально очень классный сериал, мне понравился, вы знаете, я обычно говорю, что фабрика грез, делаю, как всегда, кавычки, потому что в Америке, конечно, там они умеют манипулировать сознанием людей, у них там институты специальные существуют и всё остальное, но иногда бывают и шедевральные вещи, поэтому у нас в мире всё дуально, что выбирает человек, манипулировать людьми или, наоборот, показывать им, как людям, как ими манипулировать, да, вот в каком-то предыдущем занятии мы говорили о фильме «Крёстный отец», и как наши постсоветские граждане, я в том числе, очень любили этот фильм, мужчины его цитировали и старались жить тоже вот так вот круто, вот, потому что в то время либералы объяснили нам, что первые деньги всегда кровавые, вы не переживайте, налоги тоже можете не платить, зачем ваша рашка будет богатая и процветающая, пусть будет загнивающая, вот, вернёмся к луче, бай, Ватикану, я когда стала читать описание этой прекрасной римской Светланы, вот, тут написано, значит, было, что в её глазах мерцают ракушки, напоминая о раковине гребешка на Камино де Сантьяго, где-то в Испании, по-моему, есть вот это Камино де Сантьяго, есть тоже фильм на эту тему, люди пешком идут, я сейчас не помню, сколько километров, их менталитет меняется, они ночуют там, либо под открытым небом, либо там есть специальные ночлежки, едят, более-менее как паломники, вот, и, значит, эмблема паломнического путешествия описывается талисманом, и у неё грязные ботинки. Ну, это они так хотят сказать. А я вижу это немножко по-другому. Я вижу, что религии, которые должны были нам дать свет, они, ну, если будем, например, говорить о Ватикане, 14 тысяч метров погонных, шкафов, библиотек, там очень много тайных знаний, эзотерических знаний, мистических знаний. Но, по сути, практически все религии, они на сегодняшний день опираются на обрядность. Так? И я думаю, что две тысячи лет назад, полторы тысячи лет назад люди были достаточно тёмные, и им надо было. Да, это то же самое, когда мы ещё нам обнуляли после перехода из четвёртой расы в пятую флешку. Так? И у нас опять эти были истории с групповыми душами и всё остальное то же самое. Вот. Но, чтобы человек в эго, в индивидуальность зашёл, поэтому Ной и выращивал виноград, поэтому по-английски spirit это и душа, дух и спирт. Нам дали спирт, чтобы мы опустились вниз в инволюцию и чтобы по тем ступеням, вот я в среду на занятиях об этом рассказываю, первое я, мне, 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 так, вторая мы, третье созидатели и у нас уже очень многие люди вышли на уровень развития созидателей, хотя технократичность не является равно эволюцией, технократичность это технократичность, а духовный, моральный, нравственный уровень развития это совершенно другое, и поэтому для меня это жёлто-голубая девочка, это считанный бренд парадигмы сегодняшнего и Евросоюза, и трагедии, которые происходят на Украине, в Украине, можем говорить как угодно, грязь на ногах, а почему они не дали крылья, чтобы она могла взлететь, зачем людей всё время опускать, вы им руку протяните, уже пора вставать с колен и стать я человек, есть гордое существо, не гордыня, венец мироздания, нам все планеты, все энергии, созвездия, Господь, да, создатель наш, Логос, Матерь Мира, дают всё, а мы всё время клаки, толчёмся и толчёмся, и вот я смотрю, ну, там, листа, и думаю, а, ну, круто, ребята, молодцы, сделали, значит, вот, всех цветов лучи они сделали, и африканцы сделали, южноамериканцы, да, прекрасно, хорошо, тутти кулори пишу я, а в итальянском языке тутти кулори говорится, когда, мамистэ комбинанда, тутти кулори, когда, блин, ну, ты что только уже не попробовал, вот у меня тут все цвета, и они сломаны, и почему? Потому что всё сломано сейчас на планете Земля, надо чинить, а кто это может сделать, только мы вместе, по одному нет, и поэтому, да, я говорила, говорю, и буду говорить, вот здесь у меня планета Земля, глобус, красный восклицательный знак, потому что планета Земля больна, а кто заразил её своими гадостями, грязью своей, грязью своей мысли о энергоинформационном поле Земли, человечества, вот эти все, не буду их перечислять, да, поэтому я пишу, что Ватикан это самая коррумпированная, самая тёмная сеть на планете Земля сегодня, МИ-6 отдыхает, так, вот эта сеть, которую они распространили, и, возможно, когда они шли крестовыми походами создавать себе колонии, блажен, кто верует, да, эта смена элит существовала, потому что рыцарь покупал себе лошадь, доспехи, всё, и уезжал, а на его месте там люди прикарманивали всё, что можно и нельзя, вернётся, вернётся, не вернётся, аммон, как говорится, так, с одной стороны, с другой стороны, сегодняшний день, Ватикан, вот смотрите, на планете Земля не так много игроков, да, ну вот у нас был гегемонт до недавнего времени в лице Соединённых Штатов, почему создались Соединённые Штаты Америки, они были созданы для того, чтобы на этом континенте встретились все расы, все между собой объединились гармонично, красиво, и чтобы человечество, по сути, Америка задумывалась как по высшему закону мироздания, как живут пчёлки и как живут муравьишки, так иерархия, но алчность победила. Сначала они поубивали, поубивали индейцев и выселили их на их святые земли в Калифорнию, когда они выяснили, что в Калифорнии есть золото, они убили всех. Вот, поэтому гегемонт у нас был, да, на сегодняшний день Российская Федерация является флагманом разрушения, мы ледокол, да, вот эти все отмороженные, замёрзшие, заледеневшие, с атрофированными душами, мозгами, людишки, которые только над златом чахнут. Мы зашли в наше плавание и вот на первом, на первой передаче Ньюсфокс, да, мы как раз говорили о прекрасном событии, БРИКС, 36 стран, принимало там участие, равно правие, справедливость, да, это те законы, по которым будет строиться новое общество в третьем тысячелетии, в эпохе Водолея, на планете Земля, и я рада и счастлива, что я являюсь представителем данной страны, россиянкой, поэтому я вернулась из Швейцарии, потому что когда моя страна проходит сложные времена, я должна быть с ней и светить. Я нахожусь на ледоколе и своей фарой души освещаю путь нашей стране, а за ней плывут, кто на гондолах, кто на чём, другие люди. Так вот, вот представьте, сколько конфессары называется по-итальянски исповедь на всей планете Земля, все исповедовались, и депеши, курьерская почта, всё это свозило в Ватикан, Ватикан знает всё обо всех, МИ-6 отдыхает, так, и вот мы сегодня говорим об основных четырёх игроках. Америка, Россия, Китай, Индия плюс Ватикан. Маленький Ватикан 44 гектара, 764 человека. Скажите мне, что это, если не сеть? Да? То есть надгосударственная структура или глубокое, глубинное государство, это одна история. Ватикан это другая. И если я на занятиях говорю, поучайте ваших поучат, я думаю, что все манипулятивные, вся иерархия тёмных сил, сатанизм, все антихристы, масонские ложи, они взяли пример с Ватикана. Они посмотрели, как это. И вот у нас прекрасно, это очень интересная неделя, так сказать, не соскучишься. Неделя тёмных сил на планете Земля. Каждый человек выбирает сам, он с кем. И вот Хэллоуин, праздник, праздник, который очень активно праздновали Мексики, потом в Америке Северной и потом по всему миру. В Италии вот сейчас в эти выходные, у них была короткая неделя, у них на выходные происходит Джорни Дэй Мортин, День мёртвых. Но что это за День мёртвых? Это вот если в Мексике ... Ладно, давайте с итальянцем и закончим. День умерших. Да, вот мой бывший бойфренд Виторио, он мне позвонил, сказал, что я с сестрой, мы поднялись наверх, был горный житель Италии. И мама умерла от рака много лет назад. То есть люди идут, ухаживают там за кладбищами, ну это как поминки семейного уровня. А вот в Мексике Гватемале, Гондурасе, Сальвадоре по поверью в эти дни души умерших родственников посещают родной дом. Да, и если сейчас так по памяти если у евреев у них это хануха, да, они наоборот ставят семь свечей, чтобы осветить путь, да, для душ умерших, то зачем вот эти все вакханалии, которые устраиваются в дискотеках и везде. и здесь я тоже вам хочу подсветить, как нам сначала безобидненько такая черепушечка цветная, да, миленькая мексиканская, вот, потом у нас тыквочку вроде бы тоже делают и там какие-то конфетки носят, да, там печеньки, все так безобидненько начинается, типа как наши калятки, да, обмен там какими-то конфетами, песней, но это на Рождество. А здесь получается так, что я когда вот иконки искала, смотрю, о, вампирчик тоже, фильмчики про вампиров нам сначала показывали, сейчас спецэффекты такие, что ощущение, что ты сам находишься в преисподней, я не смотрю фильмы ужасов, ничего такого, потому что это низкие энергии, и когда вы боитесь, испугались, тогда к вам подключаются сущности, которые находятся среди вас, и не раз в год на Хэллоуин, которые находятся постоянно в пространстве вашем. Вот, и вот через вот этих, значит, вампирчиков, там такие садамаза любовь с вампирами и все остальное, и вот есть нечто с косой капюшон. Вы знаете, я вам хочу сказать, что последнее время работая на тонком плане и по бизнес-проектам, и по личным ситуациям, общаясь с различными людьми, опять же, на тонком плане, я вижу, вот таких очень много приходит в капюшоне без лица. И почему я говорила, что переаттестация проходит на всей планете Земля, у них тоже. И они уже устали с нами, им уже надоело. Сначала им было весело, там нас искушать, все такое. А сейчас они-то подключены к космическим энергиям, они-то понимают, что их время прошло, и им надо переключаться. А весь наш алчно-олигархический мир, всякие эти блэк-роки и все остальное. Вот могу сказать тоже, у меня ученица одна рассказывала опыт по магии она имела с черными петухами. Вот, и когда мы ее разобрались с ее ребятами в капюшоне, поблагодарили их за опыт и отправили их в освояси, кстати, очень интересно за этим наблюдать, у каждого свои освояси, вот, то я пошутила, я говорю, значит, делаем так, берем белую курицу, берем яйцо и засовываем обратно это яйцо ей в задницу, ну, понимаете, какой абсурд, да, и даже темные силы, они уже не могут уже, ну, я думаю, первое время им с Байденом было интересно, но сейчас уже нет, потому что у него нет энергии, он ее все уже слил туда, куда сливается через свои гаджеты и все остальное, на всех уровнях, да, просто там идет посвящение более высокого ранга, а у обычных людей, вот, то сидит там на скамейке в гаджетах, там другие энергии, там немножко все по-другому, то есть, если высшие эшелоны, они делают все это осознанно, еще раз говорю, посвящение прямо в институтах американских происходит, вот, то, скажем, яс-ли-сад, все мы, вы делаем это неосознанно, ну, естественно, уровень энергии другой, поэтому я здесь опишу, что по сути это ежегодная дозарядка темных сил на планете Земля, ну, и коль уж так всем нравится сейчас вот этот синий-желтый бренд, я батарейку выбрала синий-желтого цвета, вот, но что хочу сказать вот я вам здесь показываю Сатурн на фоне черного неба, Скорпион, сейчас у нас солнце в Скорпионе, Новолуния было в Скорпионе и очень много людей хотят, обвиняют, ну, находясь в детской позиции, потому что религии сказали, вы делаете, что хотите, вы потом приходите, нам исповедуетесь, мы вам грехи отпускаем, это мы сейчас время, скажем, современное, а поймите, что в России императорской и во всех других странах 10% платили церквям, да, религиям, а религии и налоги не платили никогда, и почему всегда шли бодания между религиями и управителями, и почему одно из самых таких глобальных, страшных смут было, так у нас делают ремонт, блин, я надеюсь, что мы с Софой сможем убрать этот звук, шумит, так вот, находясь в детской позиции, людям проще обвинять всех вокруг, да, это не мы виноваты, это Скорпион, это Сатурн виноват, нет, господа, я вам напоминаю, что существует мироздание закон свободы выбора и воли, и если в предыдущем занятии я вам говорила поучайте ваших паучат, то сегодня я вам говорю обвиняйте ваших паучат и разбирайтесь с тараканами, тут же я вам показываю мою любимую пчелку, ранее, когда мы вели занятия на тему диагностики с Ниной Хабмета, я за мной всегда был мой любимый одуванчик в желтой, пчелка на нем, и почему логотип Мудрость Жизни 21 это именно три одуванчика, он, она и дитя в кругу вечности, и как из желтого солнечного одуванчика цветка становится идеальная сфера и семена летят по ветру по всему миру без границ, одуванчик одно из самых распространенных растений на планете Земля, и я надеюсь, что знания, высокие знания, не грязные ботинки, а высокие знания будут распространяться по планете Земля, и если я иногда в утрированной в резкой форме что-то вам говорю, именно для того, чтобы до вас достучаться, далее Тулуз не прошло и полгода, как говорится, только отгремели впечатления от открытия и закрытия с сатанинскими апокалиптическими символами Парижа, вот Тулуз, что вытворяет три чудовища вакханалии во Франции. Моё предыдущее воплощение крайне было во Франции, я родилась в Марселе, потом во время Второй мировой войны была певица Шансонетка в Париже, и я люблю эту страну, и я её не дам никому в обиду, даже если они сожгли Нотр-Дам до Пари, всё равно, свет всегда побеждает и мы победим. Так вот, в этом шоу участвовали три гигантские роботизированные куклы мифологических существ. Первое, они её назвали Лилит. Наполовину женщина, наполовину скорпион. Вот опять с больной головы на здоровую. Второе, а, и она ещё была с бараньими рогами. Так, это у нас телец, я так понимаю. А также паучиха Арианна, я так понимаю, вот у меня сейчас на слух прям идёт, Арианна это звезда. И Минотавр Астерион. Это представление организовано французской уличной театральной компанией ла-машин. Буду сейчас комментировать. Значит, шествие называлось «Хранитель храма врата тьмы». Аллилуйя! За что боролись, на то и напоролись. По сути, Ватикан же должен был бы быть сильным во Франции, соседнее государство. Ну, вот они и сильные. У меня солнышко выходит сейчас сюда, прям будет светить, наверное, в лицо, но пока не мешает читать, я не буду убирать. Фото, видео, которые были не то, что обнаружены мной, я ничего не искала, мне их вот так прям прислали. Ну, скажем, выбранные, да, видео мы вам здесь показываем, но потому что это надо видеть, это недостаточно слышать, это просто реально ужас. И там детки такие довольные, родители снимают всё на камеру. Но ещё раз говорю, за что боролись, боролись, на то и напоролись, господа. Вот. я в своей книге «Он и она», это седьмой день уже в конце книги, рукопись вот, пожалуйста, в телеграме есть, можете посмотреть, я описываю своё понимание, кто есть Лили. Во-первых, вы понимаете, что понимание понятия женщина у нас сначала вычёркивалось, а теперь демонизируется. Нет ни одного апостола женщины, нет, ну, раньше писателей не было женщин, надо было мужские, журсант, нет, это пятый, ну, вы поняли, журсант. Женщины брали имена мужчин, либо должны были обязательно выходить за кого-то замуж, чтобы как-то и прятались, так сказать, за своего мужа, как за фронтмена. Вот. Вот смотрите на тему Лилит, что говорится. Месопотамской мифологии Лилит ассоциируется с ветром и изображается как волчица с хвостом скорпиона. Понимаете, да? то есть французы они не поленились, они полазили и нашли самое такое демоническое видение этого человека, а не важно, что это было только в Тулузе, потому что интернет у нас без границ, это видели все и все сочетали эту информацию сатанинскую с этого. И если, когда люди говорят, а что такого? Да? Это принятие. Это вам предложили компромисс и вы в него зашли. А что такого? Дальше. Она также является женщиной-демоном, упоминаемой в еврейской традиции, как та, кто убивает новорожденных и соблазняет мужчин для создания других демонов. еще раз говорю, с больной головы на здоровую. Так, в Кабале Лилит считается первой женой Адама, созданной из той же глины, что и он, но изгнанной за отказ подчиняться. из 1970-х годов Лилит стала символом феминистских движений, особенно в Соединенных Штатах Америки. Когда я писала в седьмой главе Псиангельское собрание, ведущим который является Ной, то так получилось, это не планировалось. Героиня моей книги Мария оказалась Лилит. И в моей книге, ну, рукописи пока, описывается видение мое, которое я получала путем яснознания. я задаю вопрос, мое высшее я, которое подключено к энергоинформационному полю планеты Земля, а там нет времени. Кто-то это называет хроникой Акаши. Каждый из вас подключен туда, но если вы на видосик снимаете в Тулузе в Акханалию или на любое несовершенство проявленное говорите а что такое соответственно у вас закрыт пока еще божественный канал и я на всех своих занятиях передачах приглашаю вас в работу потрудиться как пчелки и открыть его. Так вот смотрите если мы читаем Библию там говорится о том что и создал Бог по своему образу и подобию человека а он не говорит с мужчиной и женщиной он создал человека и тогда я спросила кто это я увидела так это монада полный образ и подобие логос отец и матерь мира это огненная монада потому что дух это огонь высший аспект не тот который у нас в камине или в зажигалке от которой вы прикуриваете и убиваете свое тело медленное самоубийство называется так вот и так как материя она познает да они должны были познать друг друга адам он да познает лилит лилит познает адам они как и не я единое начало бытия так но у них же был старший брат Люцифер которому доверили земля он познает младшего брата своего да человека потому что марсианин у него такого не было но у него проявлена больше мужская часть ему проще разговаривать с адамом и он спрашивает здравствуй брат здравствуй брат отвечает адам естественно рта нет ничего нет мысль огонь это мысль агни йога да высший аспект наш атма это огонь вот и он говорит ну как ты нормально родился вот да он говорит окей а ты не боишься спрашивает Люцифер вдруг она тебя погло а нет не так развенчали он говорит а ты уверен что ты хочешь чтобы она была твоя жена вопрос адам думает ну мой брат же лучше знает он же старший не создай себе кумира и он думает блин а вдруг она меня поглотит вдруг ее станет больше чем меня и он такой ладно воскресенье выходной он думал думал пыхтел там понедельник он такой отсоединяется приходит папа мама а можно мне другую жену мама говорит сынок почему ну не знаю а вдруг не знаю я хочу другую земля я хочу понять что тут происходит отец говорит ты уверен а дам говорит да я уверен точно сто процентов ну хорошо мы переглянулись дальше начинается сказка колобок по сусекам поскребли сделали один адам один его и то что переводится староаравийского языка они пишут только согласными писали переводчики перевели как ребро а еще а еще другое слово такие же согласные сторона так две равные стороны но есть фишка первое падение адама сомнения я лучше знаю это девиз эго эго личности так а люцифир уже до этого подскользнулся у него свой банан потому что когда ему сказали на земле пришла пора создавать человечество с луны сейчас они там животные они перейдут волной так луняне не могут им дать ничего больше чем есть у них возьми над ними шефство ты будешь князь земли лицифир такой класс да хорошо говорит ну давай все и он такой прилетает на землю а там блин чахлые такие эти чая такие облачки он смотрит думаю с этими блин я с этими не буду я лучше знаю и он говорит они еще не готовы луняне там начали это что могли то воротили да а были еще человечество с планеты луна которые стали нашими ангелами люцифер говорит что вы с ними возитесь давайте что-нибудь займемся чем-нибудь классным первое падение лунных ангелов некоторые присоединились к люцифер так ну отец с матерью смотрит что-то дело швах венерианцам говорят ребят давайте вы и приходят семь кумар семь архангелов и начинают давать свет огонь знания людям жить среди них так а были души люди человеки которым этот огонь венерианцы не дали потому что они тусили с люциферянами так дальше негативная энергия внутри Адама я лучше знаю и плюс его стремление тоже познавать ну вот это вот братишка его люцифер он этим его заразил ладно давайте к лилит вернемся там дальше сказочку вы можете в рукописи прочитать мы сегодня о лилит а еще ладно Ева в 21 веке у нее расщепление на двоя высшее я живет на седьмом плане бытия и она там тоже присутствует и ей мать объясняет что такое женщина и как быть женщиной и низшее я личность Евы который проходит огонь воды медные трубы как закалялась сталь у нее жесть она по-моему там еще в первых главах выходит себя в обвесе в татуировках там фак ее на лбу написано так так вот Ева зная что она вторая жена она все время себя сдерживает и нам очень многие религии и очень многие даже мудрости кавычках они говорят что у женщины другое другое предназначение по закону по коду да но мужчина не может быть полноценным без женщины женщина не может быть полноценна без мужчины так и недавно только поняла чтобы стать звездой солнцем мужчина один не может и женщина одна не может поэтому это называется звездная пара звездная пара это люди которые прошли минимум семь воплощений в божественном предназначении, и потом они уходят строить свои миры. Но сначала надо все косяки собрать свои, чтобы понять, как алгоритм составить так, чтобы не было такого больше, чтобы не было НАТО, чтобы не было Блэк-Рока, чтобы не было Ватикана. Как? Вот в чём вопрос. Быть или не быть – в этом вопрос. Ладно. Лилит. Адам же свалил. Приходит Матерь Мира с отцом. Ну, кстати, там историю Каина и Авеля, как вы понимаете, тоже есть. Приходит Клилит. И Матерь Мира говорит, «Дочка, что делать будем? Что ты решаешь? Закон свободы выбора и воли. Она – Бог. Ну, на русском языке. Человек. По образу и подобию. И она говорит, ну, чё, буду, как есть. Как сделали меня, так и буду. И там в рукописи очень интересно написано, прописано, я писала, сама в шоке была. Написано и прописано о том, как она смотрит, изучает на огонь, из искры возгорится, фламя, птица, феникс. И она потухает. Что значит? Доверься мирозданию. И она называется саморождённой. Она потухла и возникла. Дальше там пошло и поехало. Есть такая тема, о которой никто не говорит. И даже когда я говорю со своими учениками, обычно все удивляются и говорят, ой, что это такое вообще такое? Амазония. Амазонки. Кто это? Так. Атланты – это одно, а амазонки – это другое. Кто мать амазонок? Догадайтесь трёх раз. Лилит. И почему я говорю, что мы тоже накосячили, поэтому, девочки, но не все были амазонками, во-первых. Во-вторых, несовершенство человека, когда человек опускается в материю, в инволюцию, и там пошли законы свободы выбора у каждого. Почему я говорю, что только он и она могут быть звёздными? лилит одна попробовала, у неё не получилось. Были стада, сперма стада мужчин и всё остальное. я была в Амазонии. Я встречалась с беженцами с Украины, кто был со мной в Амазонии. Очень интересный опыт. Ладно. Я уже смотрю, уже чат я говорю, я могу говорить бесконечно, у нас на других занятиях, просто здесь возникла лилит, я не могу молчать. Вот. Закон причины и следствия, карма. Да. Вот. Эуронатчизмо. Эуронатцизмо. Тоже в нашем закрытом чате. Либери дипенсары. Это русскоговорящие люди, живущие в Италии. Открыл его мой любимый друг, журналист Евгений Уткин. У него было очень много подписчиков. И Фейсбук, и Ютуб, и это. И он потом даже попытался... Потом мы ушли, ну, в марте 22-го года мы ушли в подполе, закрытый чат в Телеграме. Вот. Потом Женя попытался общаться с журналистами итальянскими, которые говорят об истинном положении дел в Европе. Его заблокировали. Поэтому всё. Вот. И вот в нашем закрытом чате... О чём тут говорится? Вот стоит такой... Гай, гей, не знаю кто. Нацист. И он говорит. Мы не можем считать выборы состоявшимися, если не мы выиграли. И прекрасный здесь флаг Грузии. Я не следила за этими выборами. Мне есть чем заняться. Я могу сказать, что очень люблю грузинский народ. Вот я первые деньги свои, на которых я покупала машины, квартиры. Я заработала с грузином. Давид. Фамилия начинается с Я. Заканчивается Швили. Вот. Очень красивый человек, очень красивая душа. Случайно недавно встретились с ним в Давосе. Как он был, такой он и остался. Любимая песня моей бабушки. Так вот. Не следила. Но я вот помню даже... Сейчас я живу в Сочи, да? Раньше, когда я к маме в Сочи летала, стоишь в автобусе, на регистрации. Грузины стоят, мужчины. Ну, женщины тоже. Какие красивые люди. Какой красивый язык. Как я люблю, тем более я вегетарианин, грузинскую кухню. У меня, кстати, рядом в Сочи очень много грузинских ресторанов. Я очень этому рада. И что хочу сказать. Есть такой телеграм-канал Терца Рома. Называется Третий Рим. Я так понимаю, он на русском языке. А нет, он на итальянском. Но неважно. Там тоже сопротивление. Вот. Потому что были партиджане, партизаны в Италии. И есть вот эта песня «Чао, Белла, Чао». Она о партизанах. Вот. Но опять же, вот всё дуально. С одной стороны, сицилийцы, неаполитанцы, там мафия, а с другой стороны, это мужчины, которые взяли оружие. Гарри Бальди с Балавадской на баррикадах во время революции итальянской. Всё это опыт. Нет плохого или хорошего. Есть плюс или минус. Вы выбираете. Вы как опыт хотите пройти? По плюсу или по минусу? Я могу сказать, что я без своих минусов, без своей клаки бы не была таким ярким плюсом. Я вам всегда говорила, если у вас что-то было, приходите мне. Это было точно. Столько у меня было минусов. Вот. И есть различные журналисты, которые пишут о аллее ангелов в Донецке. Мой друг Сандро Тетти летал с Стивеном Сигалом в самолёте в Донецк. Они там сделали очень классное видеоинтервью. Сандро совместно с другими честными людьми, светлыми людьми написал книгу о войне на Украине, на итальянском языке. Вот. И вот я там ещё такую фразу выбрала. Италия намерена включить журналистов IR и R. Имула, Рома. Вот у нас, кстати, сокращённый этот спилинг, по-моему, называется, по именам, а у них по городам. Так классно. Я, знаете, как лисицы на меня. Ливорну, Имула, Савона, Имула, Торино, Савона и Грека, Наполе, Анкона. Классно звучит. Лисицына. Так вот, значит, журналистов Андрея Лучиди и Винченцо Лоруссо хотят включить в санкционный список. Вот за эту в том числе как это называется? Шарж. А чё? А нельзя разве шаржи? А французы говорят, можно. А французы, вон, говорят, что всё можно. Чё нет? Ладно, давайте уже это закругляться. 1 ноября в 1527 по московскому времени произошло новолуние. Это темно. Да? Потому что Луна, она не является светилом. Она является отражателем. И вот человек тоже может решить. Он кто? Светила? Отражатель? Или говномешки с собой ещё носит? Вот. Что мы делаем в первый день? она начинает проявляться. Да? Мы подводим итоги. Вот я в мудрости жизни 21 написала в телеграм-канале. У нас там чат. У нас там не канал. Там можно прям всем общаться. Очень классно. Я написала, что ребят, рекомендую подводить итоги. Хотите месяца, хотите года. Как хотите, как пойдёт. Я сделала медитацию, пообщалась с солнечной системой. Ну, в основном бабушка-луна, бабушка-дедушка. Вот. И планирование и созидание и рост. Да? Потому что земля и луна отвечают за плодородие. Так. Соответственно, если финансовые потоки перекрыты из-за невежества, из-за того, что вы не развязали кармические узлы, то ничего не польётся. Поэтому я взяла те бизнесы, которые сейчас, над которыми я работаю, моих клиентов. Но я с ними работаю и на духовном плане, потому что мироздание нельзя взять резиночкой или там кто-то насрал, ты взял такой, ковшиком убрал. Нет. Это всё надо переводить в нейтральное состояние, а потом в позитив, в рост, плюс. Поэтому очень много астрологов обо всём об этом говорят, но просто хочу подчеркнуть, так как это важное событие было у нас, то обязательно о нём скажу. И вот следующее событие, которое произошло вчера, это вновь сады при обрушении части здания железнодорожного вокзала погибли по крайней мере 14 человек, но в сегодняшний день пишется это новостное, в том числе шестилетний ребёнок. Сербский народ, братский нам народ, но я говорю, я никогда не делю на своих и чужих, все мы земляне, все мы дети отца и матери мира. И так как мы говорим о карме, то хочется подчеркнуть вам, люди, это, как говорится, последнее японское или какое там предупреждение, и я оставила слова тем своих эволюции человеческой цивилизации, ничего просто так не происходит. То есть если человек не должен оказаться ни в том самолёте, ни в том, ни на том вокзале, ни в том доме, который бомбят, он там не окажется. Всё согласно законам мироздания. Карма. С одной стороны, с другой стороны, и также на тему ковида я вам говорила о том, что если когда вечный странник, высшее я человека, не видит больше целесообразности продолжения путешествия в этом теле, когда уже всё попробовали, но последняя капля всё уже заполнила чашу милосердную мироздания, и тогда душа говорит, ладно, окей, всё, я выхожу и выключаюсь, вот, с кем-то пробует работать через там хронические заболевания, через аварии, ещё как-то, но если человек, белка в колесе, и его ум, мозги, внимание подключено к низам, то он ничего не слышит и не понимает, шоры, вот, поэтому такие вещи происходят. Как я узнала об этом? Я с утра не планировала никакие новости, я, кстати, знаете, хочу сказать, что когда вот первое занятие написала, у меня так прям по наитию пошло, а всю неделю я такая смотрю, ничего такого не происходит, думаю, блин, о чём говорить таком, ничего, заходите к нам в Либеро-Депенсар, и там сразу всё не видно, тоже хорошо, там нас много, и мы свободны, не то, что там, вот тут это можно говорить, здесь нет, я же там многих закрытых чатов, там здесь православные цитируют, блин, зазубренную эту Библию, здесь эти, здесь тетус, эти нельзя, а там у нас всё можно, вот, и девчонки скидывают, ну, девчонки, естественно, в основном, вот, скидывают разные информации, зашла туда, о, в туну смотрю, о, это, вот, я говорила, что у меня в основном ученики это молодёжь, 20+, но у меня вот есть ученица Елена, она моего возраста, плюс-минус, и сегодня должна была быть свадьба её дочери, и вчера она мне пишет, что вот в Сербии это произошло, потому что муж, ну, жених, ну, я думаю, уже муж, потому что в ЗАГСе они явно расписались, серб, вот, и спрашивает меня, Оля, что ты скажешь на эту тему, ну, что я хочу сказать на эту тему, жизнь нам показывает первое бренность жизни, и есть такая пословица, поговорка, мудрость, хочешь насмешить богов, расскажи о своих планах, трагически, ещё раз говорю, ситуации обычно случаются не просто так, то есть участники этих ситуаций не просто так, но почему и зачем 200 человек гостей приехали, ну, там есть, конечно, и местные, ну, там 100 человек гостей приехало, типа, из Москвы, так, бабушки, дедушки, все, траур объявлен в Сербии, праздника нет, я им посоветовала быть вместе, поддерживать друг друга, понять, что, когда ты добр, свет, когда ты живёшь не как белка в колесе, а когда ты чувствуешь себя частью мироздания, светишь этому мирозданию, даёшь энергию этому мирозданию, тогда мироздание счастливо, мироздание нет негативных энергий вокруг тебя, я знаю, что у невесты было много сомнений, она боялась, она скорпион, у жениха было много сомнений, он боялся, когда я делала первую практику в школе астрологии, это была практика по Луне, что я вам рассказывала, я попозже зашла на обучение, и так как Виторио, мой бывший бойфренд, у него была Луна в скорпионе, я практику себе стала делать по скорпионе, и вот там была Ольга из Украины, она мне потом перезвонила, она говорит, Оля, ты меня спрашивала, какой скорпион, скорпион, вот сейчас я готова убивать, вот так человека переворачивают из позитивного лунного скорпиона в скорпиона тарантула убийцы, так, вот, она мне сказала очень интересную вещь, она говорит, ну мы там не доверяем никому туда-сюды, она жила с мужчиной, и он предложил ей руку и сердце, она внутренне не хотела, первый раз, когда они поехали в ЗАГС, там не было света, второй раз там еще что-то произошло, да, то есть скорпионы, ребят, вы очень крутая антенна, поосторожней, да, не бойтесь своих мыслей, я никогда никого не призываю к негативным проявлениям, а будьте осознанными, контролируйте свои мысли, познавайте, кстати, вот партитура из Ольфеджо, демо-версию, я создала благодаря вот этой ситуации, да, я сказала, давайте мы сделаем жениху и невесте, коль они так волнуются, так они переживают партитуру с моей подругой Татьяной, которая была вторым лунным скорпионом, с которой мы познакомились и дружим, у нее прекрасный сейчас тоже на ютубе канал, очень веселый, она очень позитивная, очень классная, но у скорпиона они еще циники, вот, черный юмор, это их любая любимая стезя, так вот, если вернуться к свадьбе, я написала счастью быть и чему нас учит жизнь, будьте в гармонии, в балансе, счастливы, живите на все 360 градусов, на все 100%, несмотря на то, что происходит вокруг вас, да, и не потерять вот этот стержень, вот эту божественность, даже если ужасные вещи происходят на твоих глазах, в твоей жизни, с одной стороны, а если это происходит в другой жизни, но ты являешься, скажем, невольным свидетелем, вас мироздание предупреждает, ребята, следующее, если вы не очнетесь, можете быть вы, потому что переаттестация идет на планете Земля очень активно, и вот я вам напоминаю, что по средам мы читаем вместе книги «Мудрость» разбираем, по субботам «Ньюсфокс» 2024 и напутствие хочу вам сказать, я, Ольга Лисицына, ведущая, прощаюсь с вами, в качестве писателя, публициста, просветителя Фьора де лавито, что в переводе с итальянского языка обозначает «цветок жизни», а на нашем, на русском языке, нашим русском фольклоре это называется «аленький цветочек». И вы знаете, один раз мой друг ехал в Цюрих через Лугану из Италии, там же, вы знаете, вкусные пармиджано-риджано и все такое, и он говорит, что привезти тебе? А я ему сказала, привези мне цветочек «аленький», это была шутка, но в каждой шутке есть доля шутки. Я приглашаю вас пересмотреть этот мультфильм советский, добрый, и вот посмотрите, как это, когда одна душа узнает и полюбила другую душу, безотносительно того, как выглядит это чудище. так? Это сакральная геометрия жизни, это красота мироздания, которая безмерна, которая прекрасна и великолепна. И сравните просто ментально мультфильм «Красавица и чудовище» Дисней. Да, он классный, да, он веселый. И Наташа Андрейченко, моя добрая знакомая, когда мы с ней разбирали ее книгу будущую, теперь она уже состоялась, и Наташа идет по жизни. Москва, Санкт-Петербург, у нее прекрасные вечера, вот недавно интервью было на Первом канале. Они еще жили, когда в Биверли-Хиллс, в большом доме, с ее мужем Максимилиан Шелл, ее пяти-шестилетняя дочь Настенька сидела в большой библиотеке перед большим экраном и смотрела фильм Мэри Поппинс. И Наташа зашла и говорит, слушай, ну что ты уже 105-й раз смотришь этот фильм Мэри Поппинс? А американский тебе не нравится? И Настя сказала, американский он мертвый, а в русском есть душа. Безотносительно того, естественно, что саму Мэри Поппинс играла ее мама, прекрасная актриса Наталья Андрейченко. А какая там музыка, ветер перемен. у меня уже по-моему в третий день в книге звучит. Это божественные слова, божественная мелодия сфер. И поэтому мы говорим, что солнечная система и космос вне религии, они были, существовали, они вечны, об этом мы говорим по средам, безотносительно того, знали мы или нет, ходили ли по планете Земля люди, у которых были мозги или нет, что они думали об этом, что они писали об этом. Музыка сфер существовала всегда, а она существует в космосе, безотносительно того, кто что писал, ICDC или Моцарт и радуга, она существовала всегда, потому что это цвета мироздания, цвета света мироздания. И поэтому, да, наверное, я благодарна Ватикану, что они цвет радуги использовали похабленный LGBT не использовали, а взяли этот желтый голубой. Вот так маски сброшены и вот так каждый показывает, по какой конъюнктуре он живет, чем представителем он является и как эта маленькая страна на 44 гектар может манипулировать сознанием человечества на планете Земля. Благодарю вас за внимание. Надеюсь, что вы посмотрите и «Аленький цветочек» и «Мэри Поппинс». Я, когда их пересмотрела, с удовольствием я почувствовала, как цветок нежный, красивый, светлый, радужный открывался в моем сердце. Запомните это состояние и живите с ним каждый день, каждое утро. Зажигайте «Аленький цветочек» в своем сердце. Благодарю за внимание. До новых встреч в эфире. Продолжение следует...